В этом видео я хочу провести очередной обзор очередной очень популярной колоды Я говорю вам о картах B стандарт Ну, надписи стандарт на ней конечно нет Но это классические карты B безо всяких там примочек, дизайнерских штучек Обычная классика Эти карты у меня довольно-таки давно Я ими кстати очень доволен Конечно же они немного уже потрепаны Но для обзора они вполне сойдут Итак, давайте перейдем и посмотрим Итак, друзья, давайте рассмотрим Как у нас выглядит коробка для карт B B стандарт Коробка у нас выполнена с преобладанием белого цвета и синего цвета Есть немного красного, немножечко золотистенького Но в общем и целом у нас здесь синий и белый цвета Итак, что мы видим наверху коробки Наверху написано казино quality, то есть это качество казино Далее club spectacle, то есть специальный клуб Само название карты B, пчела Соответственно изображение пчелы Надпись playing cards, игральные карты И такие вот оливковые ветви Здесь Сбоку опять же у нас надпись United States Playing Card Company То есть компания, которая выпускает эти карты И ее место расположения Значит индекс, город Сенциннати, штат Огайо На верхней крышке надпись стандартный размер И номер 92 То есть эта колода так же известна, как колода номер 92 Diamondback Club Spectacle Ну опять же, на другой стороне коробки написано Дальше Снизу у нас идет штрих-код Надпись B Poker 92 Made in USA И Cambrick Finish То есть, как мы помним На байсикле покрытие Air Cushion Finish На B покрытие Cambrick Finish То есть это совершенно другое покрытие И применяется оно в основном на картах B Что дает это покрытие? Оно дает дополнительную мягкость к картам И отличную устойчивость к деформациям Поэтому, кто работал с B Наверное замечали, что они Со временем, когда вот Приработаешься уже к ним Они такие более мягенькие, чем байсиклы Более мягче с ними делается тасовка Raffle Shuffle, например Более мягче делаются подснятия и так далее Ну, видимо, из-за этого Эти карты предпочитают в казино Итак, давайте так вот посмотрим, что у нас с обратной стороны С обратной стороны у нас изображение рубашки, которая присутствует на этих картах Опять же надпись B Стандарт казино Выпуск с 1892 года Кстати, вот за счет вот этого 92 И пошла вот эта Мода называть Колоду B, колодой номер 92 И надпись Club Space School На открывашки Опять же предупреждение от создателей Где написано примерно следующее С настоящим уведомляем И утверждаем исключительные права На различные названия, числа, дизайны рубашек Дизайны коробок Туза пик Джокеров И другие отличительные характеристики На наши бренды карт Вот примерно так это переводится Что ж, давайте посмотрим, что у нас внизу Точнее не внизу, а внутри Внутри, как обычно, у нас две рекламные карты Первая рекламная карта, значит, на ней идет изображение пчелы Надпись стандарт индекс То есть стандартные индексы Ну и это изображение себя же зеркалит И вот такая вот рубашечка на этих картах То есть синяя рубашка С нанесением таких вот белых полосок Но полоски не сплошные Они такие вот прерывающиеся Наверное, здесь имелось в виду Типа как соты в улье Вот такая вот рубашка Собственно, больше ничего отличительного в ней и нету Итак, дальше у нас вторая рекламная карта Она у нас полностью на каком-то азиатском языке Возможно, это китайский Единственная надпись снизу BeCards.com Ну, адрес самого сайта карт Дальше идет надпись на английском То есть подтверждение подлинности In this of Genua Be made in USA И снизу такая вот немножечко рекламная надпись Где написано, что United States Playing Card Company Признана в качестве мирового лидера В отрасли поставок в казино и на пользовательские рынки И далее идет Далее идут три таких вот сносочки Первая Надпись, значит, эксклюзивная бумага качества казино Вторая Улучшенная печать и штамповка И третья Обеспечиваем исключительное качество обслуживания И инноваций для мирового рынка игральных карт Ну, собственно Реклама, реклама и реклама Ну, давайте теперь посмотрим Саму колоду Как я сказал, колода очень мягенькая А работать с ней приятно То есть фокусы с этой колодой я показываю редко Даже не помню, когда показывал Но вот когда мы собираемся поиграть То я с удовольствием беру эту колоду И мы играем именно ей Хотя, в принципе, все манипуляции с ней Они выполняются так же легко, как и с остальными картами Но, к сожалению, на колоде B А может быть и к счастью Нету белого канта Поэтому, если мы прячем карту, например То мы можем очень быстро ее спалить С белым кантом такого не сделаешь Итак, давайте, значит, по традиции, конечно же Начнем С джокеров И с тузапик Итак, два джокера На джокерах у нас изображен такой клоун Который приплясывает на пчеле Такие вот звезды Надпись Джокер И в руке он держит трость с какими-то там лентами Здесь, внизу, надпись United States Playart Camp Company Сделано в США Такой вот довольно-таки прикольный джокер Поинтереснее, чем в байсиклах Второй джокер также гарантийный То есть тут идет надпись гарантия И следом Если производственный дефект будет обнаружен в колоде И до того, как интенсивно использовался А, будет обнаружен И если его вернете до того, как интенсивно использовали То мы с радостью заменим этот дефект То есть пришлите пикового туза И дефектную карту по адресу United States Playart Camp Company Kentucky Air Langer И индекс Вот этот джокер, опять же, гарантийный Но на нем изображение то же самое, только черно-белое Также танцующий клоун на пчеле Далее Пиковый туз Вот пиковый туз в картах B Это мой любимый пиковый туз Больше всего он мне нравится Итак, сверху у нас, значит, надпись B Именно вот в том самом варианте В котором была выпущена еще самая первая колода Вот именно такая вот надпись тогда была на ней Далее Консолидейдед дочерти надпись Вообще, когда эти карты появились в 1892 году впервые Их выпускала тогда компания B Plain Cards И она образовалась от компании как раз вот этой вот Консолидейдед дочерти Вот, собственно, поэтому здесь эта надпись и присутствует Также 92 за счет того, что год выпуска 1892 Эта цифра поместилась на пикового туза Ну, в самой пиковой масти мы видим улей В нем летают пчелы И здесь вот по краям также цветочки такие И к ним подлетают по пчеле Вот такой вот у нас пиковый туз Сама колода То есть на самой колоде больше отличий никаких нет То есть все изображения картинок То есть там валеты, короли, дамы Они у нас классические Как и на байсиклах Но немножечко они вроде как поменьше И сами цифры на номинальных картах тоже поменьше Сейчас я вам покажу, что я имею в виду То есть если мы, к примеру, возьмем колоду байсикл И посмотрим Вот, к примеру, возьмем 8 пик Здесь, да? И возьмем 8 пик в B Видите, на байсиклах изображения Они как-то более толстенькие такие Более жирненькие такие изображения А в B они какие-то более такие вот Ну, как-то поуже сделаны То же самое и с картинками К примеру Давайте, ну вот, валет крести, да? Байсикловский И валет крести B Сейчас найдем И валет крести B То есть, опять же, видите Ну, собственно, здесь никаких различий нету Но на B как-то это более Более суженный он такой вот, сжатый На байсиклах он более такой расширенный, видите? То есть здесь расстояние от верха До этой кромки, синий, гораздо больше, чем у байсикла На байсикле поменьше Ну, а собственно, сами изображения полностью идентичные Сами изображения полностью идентичные Просто вот этот сам рисуночек На байсикл он чуть-чуть расширен А на B он чуть-чуть сжатый Вот это такие вот небольшие отличия При том, что сами карты как бы полностью одинаковы Ну что ж, друзья В принципе, это все Что я хотел рассказать про эту колоду То есть для игр она подходит разумительно Можете играть Но фокусы с ними, конечно, показывать я не рекомендую Лучше для фокусов возьмите карту байсикл А для B Подойдет роль таких вот Оттачивать такие вот Шулерские какие-нибудь движения Да, там, например, сдачу нижних, там еще чего-то Более мягкие карты И хорошо с ними оттачивать именно такую вот игровую механику Ну что ж, друзья На связи с вами был Куликов Сергей Сайт фокус от моряка.ру Надеюсь, обзор пришелся вам по душе Потому что многие спрашивали Просили сделать обзор карт B Ну вот такие вот стандартные классические карты Если вы хотите их купить То ссылку на покупку этих карт Я опять же оставлю в описании к этому видео Ну что ж, друзья На связи с вами был Куликов Сергей Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok